В 2013 году исполняется 80 лет одной из грандиозных стройок Карелии – Беломорско-Балтийскому каналу. Но говорить восторженно об этом событии невозможно. Это памятник не только знаменитой стройки, но одновременный памятник гибели лучших людей России. «Мы должны сделать Москву портом Пяти морей», – сказал Иосиф Сталин. И на территории Карелии началась грандиозная стройка. «Москва. Порт Пяти морей» – выражение, прозвучавшее из уст Иосифа Сталина на открытии канала имени Москвы, который соединил Москву-реку с Волгой. Идея в том, что после строительства Беломорско-Балтийского канала, канала имени Москвы и Волгодона, из столицы водным путем теперь можно добраться до Пяти морей – Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского. Идея абсолютно сталинская. Он любил создавать выдающиеся проекты, противоречащие здравому смыслу. Вот столица, расположенная в центре европейской сухопутной части России. Будет она портом Пяти морей. Это амбициозный проект, который требует больших затрат и человеческих усилий. Но социализм уже все по плечу. Вы когда-нибудь оказывались один на один с портретом Иосифа Сталина? Мы выдержим паузу, чтобы вы подумали. Вы – это человек 21 века и позднее. Вам для примера сейчас предложен портрет из самой известной книги 1930-х годов. Называется книга очень знаковая для Карелии «Беломора. Балтийский канал имени Сталина». Мы вам поможем разобраться в своих чувствах. На вас дружелюбно смотрит полувоенный человек во френче или китель и кадр поясной. Погон у него нет, наград тоже, что говорит о скромности человека. Ведь мы же знаем, что это многолетний руководитель страны. Одновременно мы знаем, что это редкий в истории человечества палач. До сих пор историки спорят, сколькизначной цифрой определяется кладбище данного персонажа. И так мы сейчас один на один с незнакомым для нас человеком. Предположим, что незнакомым. Этнически это южный человек, скорее всего, европейской страны. Густые волосы сорока или пятидесятилетнего человека не спешат покрыться сединой. А уверенные безвычурности усы говорят об основательности их носителя. Китель не просто застегнут на все пуговицы, но и пристегнут на крючок, не допуская хотя бы малейшей вольности во внешнем облике. Однако это не характеристика внимания персонажа к своему облику. Тот же китель. Обратите внимание, это не свежий костюм, давно не видавший утюга. Но строчка белого подворотничка не позволяет нам говорить о нечистоплотности человека, а глаза с небольшим прищуром, глаза улыбающегося нам человека. Да что там говорить? Приятный лик дружелюбного Кавказца, находящегося на рядовой службе своей страны. Именно рядовой. Отсутствие погон как раз и говорит о нежелании бравировать высочайшими военными погонами, что висят сейчас в кремлевском гардеробе. Этот человек как бы говорит нам, я служу тебе, читатель книги «Беломоро-Балтийский канал» имени Сталина. Оба-на! А канал-то нескромно назван в честь этого скромного человека. Позвольте вам напомнить о первой значительной стройке Советского Союза. «Беломоро-Балтийский канал» соединяет Белое море с Онежским озером и дальше имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Построен между 1931 и 1933 годами в рекордно короткий срок – за 20 месяцев. Открыт летом 1933 года. Строительство велось силами заключенных ГУЛАГа. Это была одна из значительных строек первой пятилетки и первое в Советском Союзе полностью лагерное строительство. Общая протяженность канала – 227 километров, включает 19 шлюзов, считается гордостью первой пятилетки. Пятилетка 1929-1932 за три года. Но к числу великих строек коммунизма не относятся. Карта нашего канала. Начинается канал в поселке Павенец, первый шлюз. Очень небольшая по длине Павенчанская лестница, но очень высокая, вот она, высокая высота, профиль канала. Подъем на 56 почти метров вверх, на расстоянии около 10 километров всего лишь. Затем вершина горы и долгий спуск к Белому морю. Вот это все, 227 километров, было сделано руками строителей, 19 шлюзов, вот они, эти наши фотографии. Здесь в управлении канала есть тоже альбомы. И нам руководство канала предоставляло возможность некоторые сделать фотографии. Но и плюс к тому, что у нас в фондах тоже есть фотографии большие того времени. Такие строили конструкции, искусственные конструкции. Это шлюзовая камера. Говорили о том, что канал строили быстро и дешево. Дерево, песок, камень и бесплатные рабочие руки. И 20 месяцев, 20 месяцев, длина 227 километров, 19 шлюзов и около 60 конструкций разных. Это нужно было без всяких там современных технологий, без всего в голове, соображая делать вот такую сложную штуку. Со стратегической точки зрения уже в 1933 году Беломорский канал позволил создать защиту северных рубежей государства. До этого времени североарктическое побережье практически никем не сохранялось и не было защищено от возможного вторжения. Первыми судами, прошедшими по новой водной трассе, стали военные корабли. Однако вплоть до углубления канала в 1970 году передвижение крупных судов с большой осадкой, в первую очередь военных, было невозможно из-за малой глубины. Например, подводные лодки перевозились буксирами на боржах. Сегодня Беломоро-Балтийский канал является перспективным маршрутом туристических судов. Гарантированы минимальные габариты судового хода. Глубина 4 метра, ширина 36 метров. Размеры камер всех шлюзов 135 метров на 14,3. Скорость движения судов на искусственных участках канала ограничена 8 километрами в час. В условиях севера средняя длительность навигации на канале составляет 165 суток. Но это все общероссийские оценки. А ведь мы судим о явлении из Карелии... Я считаю, что, ну не только я, конечно, что если бы не комбинат, у нас в Карелии бы, в общем-то, очень мало, что было бы даже, например, к 46-му году практически вся инфраструктура, которая была в Карелии, вся была благодаря комбинату. То есть у нас не было бы, возможно, ни Сигежа, ни Надвоица, был бы Пудыш. И с одной стороны. С другой стороны, конечно, в общем-то, огромное количество жертв, какой ценой это все было создано. То есть я думаю, что абсолютно почти у всех присутствующих, как и у меня, масса репрессированных родственников личные дела хранятся, в общем-то. Поэтому эту дилемму я для себя, в общем-то, пока до сих пор не разрешила. Конечно, здесь нужно учитывать и специфическое положение Карелии как региона, геополитическая стратегия нашего советского руководства, про то, что регион на колонизации практически был, в общем-то, не подвержен из-за его близости к Финляндии и постоянной угрозы, то есть там, по-моему, 200 километров зона не подвергалась колонизации. Поэтому единственное, что у нас было, это было бы БК. Вот Карелия лагерная и Карелия нелагерная. И Карелия нелагерная была, в общем-то, в плачевном состоянии. Карелией нелагерной в то время руководил натурализованный россиянин, финн по происхождению, один из видных революционеров, поднявших красных финнов на борьбу за независимость, Эдвард Гюлинг. Карелия во времена Гюлинга, иначе говоря, Карелия нелагерная, находилась в плачевном экономическом состоянии. Пятилетку не выполняли процентов на 50. А вот Карелия лагерная умудрилась ударными темпами за 20 месяцев выстроить чудо-канал длиной 227 километров. Для примера, Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет. Суэцкий канал длиной 160 километров 10 лет. Но мы ведь говорим, а что такое канал для Карелии? С 1933 года по 1939 население увеличилось больше, чем на 100 тысяч человек за 6 лет. Такого роста больше в Карелии вообще никогда не было. То есть я обсмотрела статистику вплоть до 2001 года, и такого прироста больше не было никогда. И за счет чего он происходил? Конечно, изменения в административном делении были, и на контракт на основе привлекались в Карелию люди. Но вот насколько, какую роль в этом сыграл Беломуро-Балтийский комбинат, то есть месячный прирост населения, получается, был порядка 1300 с чем-то человек. И какой процент из этого составляли бывшие заключенные, которые оставались в очень большом количестве, я понимаю. Опять же, не с большой любви к Беломуро-Балтийскому комбинату и Карелии, а потому что им некуда было больше деваться. Да, ничего себе прирост населения. С 1933 по 1939 годы население увеличилось на 100 тысяч человек. Но одновременно, чтобы не было полного восторга от этих цифр, давайте заглянем на рядом находящиеся захоронения заключенных в местечке Сандар-Мох. Ну, а тут от 7 до 9 тысяч человек расстреляно. Это и жители местных каких-то окрестных деревень, сел, которые здесь репрессировали по приказу 00447. Это часть строителей и заключенных Белого-Балтийского это печально знаменитый Соловецкий этап. Ребят, кого здесь только нет. Значит, здесь, если хорошо, так сказать, вот Господь нам даст, да, и мы поднимем всех людей, которые здесь есть, значит, можно собрать, ну, отдельный батальон кадровых военных. Начиная там генералов-полковников, начиная там с царской армии, красных командиров. Здесь можно собрать, если вот встанут, да. Роту писателей. Нет, роту, да, побольше, наверное, батальон писателей. Здесь можно собрать профессуру для трех университетов, как минимум. Значит, здесь можно собрать народное образование, то есть учителей, да, для, ну, для, или для большого города, или для нескольких районов. Потому что здесь их количество исчисляется сотнями. То есть здесь, в общем-то, не просто вот расстрелянное место, здесь как бы вот могила интеллекта. Ну, да. Здесь вот, допустим, да, нет, Украина считает, что это здесь вот место трагедии, именно их национальной трагедии. Потому что здесь сосредоточие, да, их национального культуры и интеллекта. Очень много украинских писателей, актеров известных. Да, Лесь Курбас, основоположник украинского современного театра, здесь расстрелян. Микола Ирчян, драматург. Много. Поверьте мне, вот кого-то назвать, кого-то не назвать, это значит всех обидеть. Шесть конфессий, таких официально признанных, да, и одиннадцать всяких разных толков религиозных. Ну, Россия чем она всегда славилась? Она страна патриархальная. Кому больше народ верил, да? Учитель, священник и врач. Так вот, здесь их представлено немеряное количество. Поверьте, это действительно страшно. Захоронение Сандар-Мох было открыто совсем недавно, в 1997 году. Что касается проблематизации, две фразы. До сих пор, несмотря на все эти публикации, нет монографии, которая была бы посвящена Белбалтлагу. Это раз. И два, нет музея Белбалтлага. Его амбициозным проектом к юбилею можно было бы считать проект воссоздания такого музея или открытие такой большой экспозиции, посвященной Белбалтлагу. Да, до сих пор нет музея. Есть только вечный символ Беломор-канала вот такая пачка всероссийски известных папирос. А вы знаете, что стройка Беломор-канал воспринималась как перековка чуждых социализму элементов в будущих советских граждан и называли их не зэками, а канала-армейцами. В этом зале мы показываем очень много подлинных экспонатов и мы показываем труд людей, перестройку, перековку. Потому что 58-я статья, это враги народа, их было очень много здесь, процентов 80. Их нужно было перековать на новую страну, новую ладу. И вот эти лозунги, которые идут здесь параллельно, они выполнены в том стиле, к того времени, как было сделано, как писали. И можно убедиться по доске подчёта, допустим, показателей. Посмотрите, какой труд. Это сделано в том же стиле, в том же духе, какое было когда-то. Вот это нормы выполнения. Нормы выполнения. Они даже, наверное, непостижимо сложны. И вот финансовый отчёт, который взят из настоящего финансового отчёта 1933 года. Всё тут есть. Только не сказано про людей. А лозунги на территории Балтлага звучали следующие. Ударники, канал армейцы, вперёд! К дальнейшим победам, канал армейцы! Помните слова приказа номер 15 начальника строительства на борьбу с массово враждебными элементами, пытающимися дискредитировать соревнования. На вселагерном слёте решили увеличить сроки отбывания наказания и поднять тем самым выработку песчаного лунного грунта. А ещё были распредложения на канале. Когда из тачки с одним колесом делали большую тачку, за это получали грамоту и лишний паёк хлеба, на два колеса увеличивали, торопились, 20 месяцев нужно успеть. Отнимаем зимы холодные. В это время были очень холодные зимы. Я всегда акцентировал внимание на том, что мужчине тяжело работать с этим предметом, а каково женщине поработать, каково женщине потаскать вот эту тяжелейшую лопату. Возьмите, пожалуйста, 15 часов вам работать с ней. Это без черенка, без земли. Возьмите, пожалуйста, кайло. 15 часов вам работать с ним. Такой вот элемент. Квартира. Квартира нормального человека того периода, когда жили. Патефончик. Послушаем, да? Спасибо. Давайте послушаем, как... Причём я хочу сказать, что мы взяли, конечно, песни не 30-х годов. Найти трудно очень в то время, но в тему, страшно в тему нашего зала. Называется... Лейся песня на просторе. Утёсова. Я уже маленько забыл. Вот такой предмет называется патефон. Его накручивают. Старая пустинка, уже старый аппарат. Нет, ещё надо, иначе он сразу встанет. И утёсов. Дрейфовать в далёком море посылает нас страна. Дрейфовать в далёком море посылает нас страна. А вот уже и приёмка высшим руководством страны готового сооружения в августе 1933 года. Существует знаменитая картина Налбандяна, на которой мы видим Сталина, Кирова и Ворошилова. История Карелии всё же немыслимая ещё в 1948 году была, без истории великой сталинской стройки, без истории Библомора Балтийского канала. А вот где висит плащ, был написан Ягода. Но к моменту выхода полотна Ягода был уже репрессирован. И его зарисовали. Ну, оставили плащ. И всё же, насколько сегодня значителен смысл этой стройки и экономический, и военный. В 1937 году опять два эсминца, допустим, на Тихоокеанский флот перекидывались по Беломоро-Балтийскому каналу, по Северному морскому пути. Северный морской путь вокруг, так сказать, Сибири позволял увеличивать численность Тихоокеанского флота. Таким образом, именно военно-стратегический фактор имел свою роль в первую очередь, а не товарно-денежные отношения и не экономика. Второй момент, вот уже чисто экономический, тоже упоминалось здесь о том, что Беломоро-Балтийский канал способствовал освоению в первую очередь Карелии. Правильно, практически все крупные населенные пункты Севернее Петрозаводска, они так или иначе связаны с Беломоро-Балтийским каналом. Появляются новые города, поселки, заводы, месторождения, там Сигежа, Надвойцы и прочее, прочее, прочее. Растет население Карелии, там 100 тысяч человек за 6 лет, то, что упоминают. Вот это чисто экономический фактор, но он уже второстепенный, он не главный, потому что канал-то создавался для военных целей в первую очередь, а не для этого. Так что это получается как производная. Ну и третья, стратегическая роль, она вытекает из второй, это заселение данной территории. Заселяется не только Карелия, заселяется часть Архангельской области и заселяется Мурманская область благодаря этому. Таким образом, канал до войны, он в первую очередь служил военным целям. Во время войны разрушен, потом восстановлен, и вот тут уже начинается чисто экономический фактор. Там после восстановления растет количество пароходов, которые он пропускает, количество шлюзований. В 1964 год появляются сюда река Море Балтийский, там теплоходы типа Балтийский, а это выход уже на морской простор, это выход уже, так сказать, на международную арену, как таковую, и прочее, прочее. В 1985 год, пик этой деятельности, все закругляясь, пик этой деятельности канала. А вот дальше-то, а дальше-то, извините меня, канал в рыночную экономику-то и не вписывается. Как государство перестало им заниматься, кто будет платить денежки за проход по каналу? Извините меня, но ведь, если мне память не изменяет, в 90-х годах в неделю проходило один-два парохода по каналу. В неделю. Один-два парохода с судами. Канал начинает приходить в упадок, и наша Карелия играет в этом своего рода роль. Почему? Экономика рухнула, будем говорить прямо, сейчас экономики нет, и рухнуло все, что так или иначе связано с каналом. Сибежский, ЦБК, там и прочее, 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 прочее. В Мурманске там Кандалакша, Алюминия, Апатиты рухнули. Возить-то нечего. Поэтому эта рентабельность, какой выход будет для канала сегодняшний, вот это было бы тоже неплохо обсудить в рамках данной, ну, не только для данной конференции, а вообще, современная ситуация вокруг канала, как она складывается, это вот пока с моей точки зрения, но мне лично неизвестно. В свое время Петр Первый проложил по этому же пути сухопутную дорогу, называемую сегодня Осударева дорога. Была разбита шведская армия и в результате была выиграна Северная война. Осударева дорога использовалась только для одного марша и строилась за рекордные две недели. Нечто подобное происходит с Беломоро-Балтийским каналом, выстроен по приказу Сталина за рекордные два десятка месяцев. Но зачем он нужен стране? До сих пор нет экономического ответа. Вот кладбище погибших в результате строительства канала. Это что же за войну с помощью ББК выиграл товарищ Сталин? Беломоро-Балтийским Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok